Мой дружок пирожок, если тебе нужны бабки на бизнес, или полная финансовая независимость в GTA Online, чтобы скупать все тачки и недвижимость высшего класса, то заходи в мою группу по прокачке, любой уровень, любое количество денег и полная прокачка персонажа. Прокачиваем как на ПК, так и на PS4, стартовый пакет можно приобрести всего за 299 рублей, а если ты укажешь этот промокод, то получишь халявные 20 лямов сверху на пакеты прокачки для ПК, ссылочка на группу в описании, переходи и заказывай самую надежную прокачку, сделаем все быстро и качественно, дилетант гарантирует. Субтитры делал DimaTorzok Начнем как обычный со скидок, начало такое себе, скидка 40% на безудержную ракету, единственное что тут не удержится, это туша вашего персонажа, физика вот этого при езде оставляет желать лучшего, но если вам нравятся анальные боли во время езды, то добро пожаловать. Клик, с пультом по жизни, отличный маслкар 50, странно что его не добавили в класс спорт классики, но машинка годная, ездить на ней одно удовольствие, на нее такая же скидка 40%. Шатаро, великолепный байк, один из моих любимых, но зараза дорогой, даже со скидкой 35%, если на сайте у вас не отображается этот байк, то пройдите противоборство Deadline, к которому мы еще вернемся, так как это противоборство, гвозд программы. Х-80 прото со скидкой 35%, прошел его звездный час, хотя раньше считалось это бричка самой быстрой, но времена идут и сейчас это считается посредственным суперкаром с не самым удобным управлением. На желтом сайте продают со скидкой 40% Тюлип, потрясающий атмосферный маслкар, не самый быстрый, но он мне нравится как внешне, так и как ведет себя на дороге, рекомендую купить для любителей американской классики. На Варстоке Блэйзер Аква со скидкой 35%, это и квадроцикл, и гидроцикл еще стреляет, но все это не что когда есть Апрессор Марк 2. Руинер 2000 тоже со скидкой 35%, все равно дороговат, раньше использовал его для сопровождения суперкаров на транспортный склад, но опять же все это не что когда есть Апрессор Марк 2. В казино у нас прыген GP1, очень милый суперкар, пусть не самый быстрый, но очень удобный, правда в казике окрас ему подобрали не очень. Мне нравится эта машинка, выбить ее в казино было бы большой удачей, постараюсь сделать обзор на следующей неделе, но ничего не обещаю, ибо доступа к компуктеру у меня не будет до следующего понедельника. Но сверхразумы думают что сделать видос, это плюнуть на руку, смазать, и засадить, именно так все и происходит, именно так. Кстати скидончиков на недвижку нет вообще, зато есть бонусы, которые позволят вам купить эту недвижку и без скидок. Ну и теперь где можно заработать деньжат? Бонус от Рокстара выглядит как последняя попытка привлечь игроков в GTA Online, ибо обнов нет, вообще нихуя нет. Зато есть аж тройные выплаты на противоборство Deadline, мне нравится это противоборство, и хоть раньше я холодно к нему относился, ибо в то время еще реализм в игре был. Сейчас же это на фоне остальных противоборств выглядит реально чем-то уникальным. Всего 4 игрока, зато эмоции море. Можно залипнуть на несколько часов после того как поймешь механику атак и защиты. Еще есть бонус на каскадерские гонки, но только для режима трюк, то есть так называемые классические каскадерские гонки. Тут уже двойные выплаты, и для того чтобы заработать реально много денег, во-первых нужно прийти хотя бы в топ 3, игроков должно быть как можно больше и именно на финише, но и трасса должна быть как можно длиннее. В общем заработать тут больше везения, нежели закономерность. Ну и пока вы там катаете в противоборство или на каскадерских гонках, не забудьте запустить байкерские предприятия, ибо там сейчас действуют двойные выплаты за продажу продукции. Особое внимание заслуживают склад кокаина и метлоба. Можно купить сырье, как делает это паблик, а можно украсть его за бесплатно. Но тогда если вы катаете в соло вам придется сделать это несколько раз пока шкала сырья не заполнится полностью. Вообще на это дело можно убить все время, пока вы заполняете сырье на одно предприятие, но другом оно уже кончается. И вы как белка в колесе или как волка и яйца, пытаетесь держать все под контролем и без простоев. Павлику уже проще все это скупить и заработать на этом пусть меньше, но зато за это время можно заняться другими делами, которые по итогу принесут больше денег чем эти 75 тысяч баксов. Ну и на этом все, негр довольный, ибо солнце уже садится, а значит работать больше не надо. Всем бб, всем гг. Субтитры сделал DimaTorzok